привет давно не виделись я очень рада что я наконец-то вернулась на канал снова видео после трех месяцев молчания на самом деле на этот период пришлось много разных событий пришелся мой отъезд из бодрома из турции возвращение в россию в петербург и множество разных других вещей которые требовали моего внимания поэтому мне было достаточно сложно уделять время блогу особенно съемки новых видео мы все-таки спустя какое то время я снова съесть я очень этому рада мне накопилось много разных новостей есть много вещей которых я хочу рассказать и начну не с этого видео в котором я решила рассказать о том как проходит мой процесс изучения греческого потому что это именно тот язык которому я сейчас уделяю больше всего времени мне кажется о греческом языке и последнее время говорю очень много потому что как и уже сказали это именно тот язык на котором я сейчас сделаю больше упор. В блоге я уже рассказывала о том, как именно я пришла к этому языку, что меня вдохновило на его изучение и даже немножко упомянула это в своем первом видео. Но сегодня хочу рассказать об этом немного подробнее, потому что, во-первых, греческий занимает огромную часть моей жизни сейчас и, во-вторых, я бы хотела поделиться тем, как именно я изучаю его сейчас и какие инструменты для этого использую. Ну и, может быть, я вдохновлю кого-нибудь на изучение не языка, потому что я лично люблю такие видео. Каждый раз, когда смотрю, как кто-то изучает языки или рассказывает о своем опыте изучения того или иного языка, это всегда очень вдохновляет. Я решила разбить это видео на 4 части и начнем мы, конечно же, с предыстории. Все началось с мифа в Древней Греции. Это была моя любимая книга в детстве и я читала ее почти каждый день. Я помню, что она была довольно большая и тяжелая, и к ней было множество разных историй. Думаю, именно с того момента началась моя любовь к Греции, а в последующем уже и к языку. Уже потом, когда я стала постарше и стала увлекаться художественной прозой, в моей жизни пришли такие книги, как Волф, Джона Фауза, Тайная история Донна Тарт. И был еще один фильм с моим любимым актером Оскаром Айзеком, который назывался «Два лика января». Честно говоря, я плохо помню, о чем был сам фильм, но очень хорошо помню, что в нем показывали Афины. Было множество еще других разных книг и фильмов, но именно эти мне запомнились больше всего. И все вот эти детали, которые я подмечала в процессе просмотра или в процессе чтения, например, как древнегреческий язык в Тайной истории, события, которые происходили на острове Фраксис или Специя в книге Волф Джона Фауза или те же Афины в фильме «Два лика января», все это только еще больше прожигало мою любовь к самой стране, к культуре и к языку. Учить язык я начала чуть больше двух лет назад. Свой путь в греческом я начинала вместе с Duolingo, в котором я занималась несколько месяцев подряд, наверное. Тогда еще я узнала про такую классную вещь, как Duolingo Classes. Это своего рода мероприятия, онлайн-встречи, которые устраивают носители того или иного языка, и к ним можно записаться в любой момент, выбрав удобное время и день. Тогда я посещала эти встречи очень часто, мне кажется, у меня было где-то 1-2 встречи в неделю. Duolingo помог мне построить хорошую такую грамматическую базу. И я не случайно говорю грамматическую, потому что в плане лексики Duolingo меня не совсем устраивал. Я думаю, что процентов 70 той лексики и тех выражений, которые я встречала в Duolingo, я бы вряд ли стала использовать в разговоре с носителем. Я бы вряд ли стала говорить про розовый трон, например, или про то, что я даю книгу слону. Но зато я довольно быстро освоила такие вещи, как порядок слов в греческом предложении, спряжение глаголов или склонение существительных и прилагательных. Спустя несколько месяцев учебы с Duolingo мне захотелось чего-то большего, и я перешла на YouTube. Я стала очень много слушать и смотреть разный контент на греческом. Параллельно я продолжала посещать онлайн-встречи на Duolingo и уже понемногу включалась в урок, отвечала на вопросы преподавателя, задавала свои и немного тренировала язык и выводила новый материал в речь. И потом, немного позже, после Duolingo и YouTube я нашла прекрасного преподавателя, с которого занимаемся до сих пор. И с того же момента я начала заниматься по учебникам. Все это время я занималась греческим языком в комфортном для себя темпе. Я не сдавала официальный тест на знание языка, но я проходила несколько майн-тестов, последний из которых показал мне хороший А2. И кажется, что это действительно так. Хотя по ощущениям, учитывая, сколько всего я смотрела, слушала и читала, мне кажется, чтение и аудирование у меня могут быть развиты вообще на B1. В изучении греческого сейчас я использую три основных инструмента. Первый — это один учебник, которым я стараюсь заниматься как можно чаще. Во-вторых, это моя база ресурсов в Notion. Кстати, об этом Notion в шаблоне для изучения языков, который я создала для того, чтобы облегчить и структурировать изучение языков, я расскажу в одном из моих следующих видео. И в-третьих, это моя преподавательница, вместе с которой я стараюсь отрабатывать весь изученный материал и как можно больше говорить. Из приложений я в основном использую Duolingo. Правда, сейчас уже не так часто, как раньше, может быть, около 1-2 раз в неделю. Также приложение italki, в котором я бронирую уроки с носителями или проверяю письменные задания, кстати, тоже с помощью обратной связи от носителей, переводчик DPL и мой любимый словарик. У меня на самом деле есть несколько разных интересных планов на греческий язык. Некоторые из них я пока что раскрывать не буду, но скажу, что я точно хотела бы стать официальный экзамен на уровне владения греческим языком. Кстати, если вы вдруг сдавали такой экзамен или, возможно, вы готовитесь к его сдаче, то буду рада, если вы расскажете о своем опыте подготовки или сдаче экзамена в комментариях. И еще одна моя большая мечта, которую я поделюсь здесь, это, конечно же, посетить Грецию и попрактиковать язык с носителями. С другими планами я пока что сохраню интригу и расскажу о них позже, когда придет время. В заключении я хочу поделиться двумя вещами к осознанию, которых я пришла в процессе изучения греческого языка. Во-первых, очень важно найти то, что будет работать именно для вас, потому что сейчас есть огромное множество ресурсов, которые помогают вам изучать тот или иной язык. Но то, что прекрасно работает, например, для меня, не будет работать конкретно для вас или наоборот. То, что отлично работает для вас, вряд ли будет работать для меня. И это абсолютно нормально, потому что мы все разные, у нас разный подход к обучению и разные представления о том, как комфортнее или как эффективнее учить тот или иной язык. Поэтому очень важно, как я уже сказала, выбрать то, что работает именно для вас. И вторая важная вещь, которую я осознала, необходимо всегда отслеживать свой прогресс. В этом видео я уже упомянула свой notion-шаблон для изучения языков. И это именно тот инструмент, который значительно облегчил весь процесс изучения языков и также позволяет мне постоянно отслеживать, насколько я продвигаюсь в изучении того или иного языка. И если вы тоже сможете не потеряться в обилии ресурсов и найти то, что работает именно для вас, уметь ставить достижимые цели и потихоньку, постепенно отслеживать свой прогресс, то весь процесс изучения языка станет в разы приятнее и эффективнее. А пока на этой ноте я закончу это видео. Буду очень рада, если вы тоже поделитесь своим опытом изучения того или иного языка в комментариях. А еще не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вам в целом интересна тема изучения языков. Спасибо за просмотр! До следующих видео!